Воронки от авиабомб и могилы во дворах. Так своё маленькое село Термаховка Киевской области описывает его житель Владимир. Авиабомба забрала жизни сразу пятерых человек. От полученных ран мама Владимира умирала два дня на глазах у сына. Я знал, что что-то начнётся, но сильного страха у меня не было. 26 февраля, в начале 12-го дня, на нашу улицу прилетели две авиабомбы. Одна упала в пруд, а вторая около нашего дома. Страшно было от того, что люди погибли. Пять человек тогда погибло. Моя мама в летней кухне была. Её ранило и привалило руинами дома. Сильный такой звук был, как бахнет. Потом слышу голос мамы. Володя, помоги. Я бегом в летнюю кухню. Увидел, она лежит. Одну голову из-под завалов видно. Всё тело завалено кирпичами. Не знаю, какие именно травмы она получила. Я её пытался успокаивать и понемногу разбирал завалы. А вечером 28 февраля она умерла. Я смирился, потому что в скорой помощи тогда сказали, везите её в больницу сами, мы не приедем. Российские солдаты тогда всех расстреливали на дороге. Можно было и самому погибнуть. Ничего нельзя было сделать. Маму я похоронил в огороде. Похоронить на кладбище оккупанты не давали. Поэтому мы с родными решили похоронить во дворе. Вон, я на том месте цветы посадил. Потом, когда всё закончилось, мы перехоронили и соседей, и маму. Перед войной я много чего планировал. Думал, что и как будет дальше. Всё планы, планы, планы. А сейчас так живёшь, работаешь, а планов на будущее больше нет никаких. Одна пустота в душе.